Что за чудо установлено вот здесь вот на этом вот цилиндре корейском Си Фёст, ну и на некоторых других. Это видео является вспомогательным к многочисленным видео по поводу гидравлики на этом вот судёнышке. Гидравлическая рулёжка, помпа, автопилота, всё в описании, там все эпизоды, все серии в описании. Это вспомогательное. Немножко предыстории. Давайте я вам сразу отвечу. У меня есть такие, которые, скажи нам, что это. Ректус 21. Всё. Можете лайкать, подписываться и идти смотреть мультики. Для начала предыстория. Значит, зачем мне понадобилось сюда лезть? Вот предыдущие эпизоды посмотрите и ещё будут эпизоды о том, как всё было плохо здесь с прокачкой по инструкции корейской. И инструкции водника. Потом была другая процедура прокачки, связанная с тем, что мы крутим там до упора руль, штурвал и потом ещё так. Потом обратно. И так несколько раз. Это помогло решить проблему. Это на американском форуме нашёл такую методику. Точнее, не нашёл, а мне подсказали. Я её совсем недавно исследовал. То есть я узнал, как устроена помпа. Понял, что это за методика собой представляет. И даже увидел её не в Си Фёст, а в Си Стар инструкции по проверке итогов прокачки. Это всё будет или было в других видео. Суть в том, что мне пришлось и приходится ещё много раз прыгать здесь с маслом. И я хотел себе сделать рик. Рик по-английски. Как штуковину, ерундовину, чтобы всё было делать здесь удобно. Так вот, продаются всякие китайские наборчики. Об этом тоже либо в видео было, либо будет. О том, как они текут. Какая-то всё ерунда. Как китайцы меня обманули. И вот этот стандарт было никак не выяснить. Что же это всё-таки за стандарт. По городу бегал, нигде не нашёл. В итоге так и не оказалось в городе. На заказ пришлось достать. Я уже сказал. Ректус 21. Давайте посмотрим, значит, сюда. Потом я уже, когда со знанием дела, гуглил и искал много. Смотрите, есть какие ещё варианты. Это как бы, ну, своего рода стандарты или названия. Это как, люблю всегда приводить этот пример, подгузники и памперс, да. Если не поняли о чём, значит, ещё недостаточно взрослые. Ректус 21. Видите, Камози Мини, Норген Легри, Седжин 50. Но в основном всё-таки как Ректус 21 оно проходит. И вот у нас стоит штучка вот как бы с таким концом. Вот она. Вот там вы её видите. Китайцы умудряются под этот Ректус 21 сделать на 0,1 миллиметр или что-то такое. Разницу и ничего не работает, и всё течёт. В итоге, как поступил я, не знаю. Ну, давайте я вам заскриню все фитинги, которые бывают в этом Ректус 21. Вы можете на паузу, а потом ставить, смотреть. Ну, это я и для себя тоже делаю. Вот так вот мы про них прошлись, окей. Чё я там закончил? На этих тайцах, да хватит китайцев пиарить. Вот, смотрите, в итоге из Германии настоящий Ректус 21, который Паркер компания, да, то есть производит Паркер. Видите, там написано, там Made in Germany написано, кстати, скоро открывается первый матч футбол, бы не пропустить. Вот. И он вообще никак китайский сделан. Видите, по дефолту он вот здесь вот отжат. У китайских там будет всё по-другому. Ну, короче, тут течёт. Это не в этот ролик пойдёт. Вот. И когда я этот Паркер взял, всё, всё великолепно, ничего не течёт, всё великолепно надевается. И видите, я сделал трубку, да, то есть существует, пока что существует. Это только вам, только что вам рассказывал, что про китайские эти риги. Кто же уже мне подскажет, так как риг-то по-русски было, но можно будет сказать. Вот. И они не работают. Соответственно, вот я сделал свой, я сделал длиннющую трубку, потому что мне вот эта вот методика, как в том вот китайско-американском риге, о том, как они здесь пробрасывают и делают такую процедуру прокачки, не понравилось. Я сейчас вообще сделал, то есть длиннющую-длиннющую, так, чтобы я прямо её возвращал туда, в канистру. Ну, пока я сливаю старое. А теперь давайте мы посмотрим на него, потому что я его ещё открутил, чтобы знать, потому что давно нужно было знать, я-то думал сперва тут свои какие-то фитинги встроить. Вот. Вот отсюда я его открутил, то есть вот он, что собой представляет. Это, по сути, как прокачки тормозов Blider Valve. Опять не знаю, как по-русски. Да? То есть вот через это отверстие, получается, поступает масло. Вот эта вот прокладка временно это удерживает. Теперь нам, конечно, нужны параметры. У меня замерять шаг резьбы инструмента нет или есть, но я не знаю, где он. Но я замерил здесь, здесь это 8. Вот. Это восьмёрка. И я знаю, что в автомобильных клапанах существует 8 на 1.25. И я так вот так вот тут прикинул, просто штангелем шаг. И там, да, у меня получается примерно 1.25. Так что я думаю, это стандарт из автомобильного 8 на 1.25. Потом есть там еще 10 на 1 у БЭХ. И есть еще 12 на 1 тоже у старых БЭХ. И БЭХа это БМБ. Нет, наверное, все знают. Вот, короче, 8 на 1.25, я думаю, здесь. Поэтому в теории... А, давайте длину, подождите, я вам длину скажу, да? То есть длина... Давайте я вам ее замерю. Ну, как вам себе я это делаю, естественно. Так, до конца конуса... О, ребят, 14. Это стандарт. Это стандартный, да. 8 на 1.25 на 14. Почему я это знаю? Потому что я сейчас еще строю себе вот там в районе помпы автопилота. Тоже эти блидер, валвы. Испускатели крови. Вот эти только я делаю не на основе таких. Потому что такие я вообще не знаю, где покупать. Наверное, они делают самостоятельно это Сифиост. А на основе других решений до конца еще не определился, как. И я нашел стахлбас, по-моему, да? Единственные в мире самые крутые запатентованные вот эти вот для тормозов штуцера, давайте будем говорить. Которые не, как это сказать, прокачиваются не путем вот откручивания вот этого вот отверстия. И так, что воздух может снова дальше пройти вот здесь вот через резьбу. А вот это место, оно просто вкручено, а открутка у них происходит вот здесь. Я вам линку поставлю, вы там посмотрите лучше, чем мое объяснение, там, картинки и демонстрации. Я хотел поэтому такой там строить. Они дорогущие очень. Вот. И сейчас, я думаю, что, в принципе, может быть, можно такие здесь встроить. Они там реально крутые тем, что там, короче, выдувается воздух, только когда вы нагнетаете давление, а потом он сам закрывается. Они как тут. Резьба открыта, и пузыри могут туда-сюда ходить, еще и через резьбу внедряться. Я думаю, вам я все показал и себе все записал, потому что это было коротенькое. Ого, 8.19. Для меня это коротко. Видео о том, что стоит здесь, на этой механике, гидравлике. А всю эпопею, всякая штуковина, вот, про итоговый рик. Скажите, пожалуйста, как рик по-русски можно говорить. Рик это R-I-G-J-G. Вот, рик по-английски. Я уже сказал, да, подписываться и лайкать, и смотреть остальные эпизоды, где все это будет продолжаться и справляться. Давайте, пока. Хорошая пятница.